Пчелекова Мария, Васкакова Анна, Никонова Ангелина, Суслова Екатерина, Райзина Дарья, Зайцева Анна, Власова Анастасия, Закурдаева Юлия и Шеремет Екатерина. Мы все победители и призеры. Олимпиад по русскому языку и литературе. По английскому языку. Мировой художественной культуре. Школьного, муниципального и республиканского уровня. Мы – будущее нашей страны. Мы – новое поколение. Школьники первой гимназии стали победителями 6-го Всероссийского фестиваля русского языка и литературы под названием «Язык культуры и творчества». Конкурс проходил в городе Санкт-Петербург с 8 по 12 ноября. Всего в конкурсе принимали участие 14 команд со всей России. Для учащихся нашей гимназии – это первый конкурс такого большого масштаба. Вопреки поговорке «Первый блинкомом» сыграла другая «Новичкам везет». На всероссийском уровне мы были впервые. И сложность-то еще была и в том, чтобы избежать скованности при выступлении, чтобы не допустить ошибок в речи при выступлении. Но ребята справились с этой задачей. Конечно, были слезы, было достаточно много нервных потрясений, потому что они вообще впервые выехали на такой уровень. Выступать на уровне города – это одно. Сложно, но это одно. Это твой город, это стены, которые помогают. А девчонкам приходилось работать по 12 часов, потому что фестиваль был устроен таким образом, что с 8 утра и до 22.00 дети были заняты. Каждый день был расписан по часам. В программе фестиваля были заявлены такие конкурсы, как Олимпиада филологической направленности, Олимпиада по английскому языку, конкурс эссе, посвященный Году кино, конкурс визиток, защита исследовательских работ и творческих проектов. Кроме этого, в программе фестиваля состоялся конкурс чтецов, посвященный творчеству Некрасова и Достоевского. Участница нашей команды Анна Зайцева в этом конкурсе стала победительницей, исполнив стихотворение Николая Некрасова «Три элегии». Все, чем мы в жизни дорожили, что было лучшего у нас, мы на один алтарь сложили, и этот пламень не угас. В нашей команде были и опытные участники. Так, например, Ангелина Никонова уже выступала на подобных фестивалях в городе Анапа. И опыт того участия, безусловно, пригодился команде гимназии. На первом фестивале у нас учили лидерство, у нас проходило много тренингов и мастер-классов по поводу, как подниматься по ступеням правильно и идти к своей цели, как достичь именно ту цель, которую ты хочешь. В общей сложности наши девчонки завоевали 19 наград различной степени, а также дипломы и кубок. Но это не все. Самое главное, они получили огромный опыт, бурю эмоций и много приятных впечатлений, как от фестиваля, так и от самого города Санкт-Петербург. Впечатления от поездки неизгладимые. Мы участвовали в фестивале русского языка и литературы. Команда была очень дружная, сплоченная, умная. Все очень старались и трудились, и, как можно заметить, эти старания даром не прошли. Я очень сильно переживала, особенно на исследовательской работе. От перемена климата у меня поднялась температура, и я засмеялась на исследовательской работе. Это был очень печальный мой опыт, и я очень долго над этим переживала и грустила. Петербург вызвал у меня очень бурю эмоций, и мне все понравилось. Это, несомненно, огромный опыт, который пригодится мне в будущем моей жизни. Данная победа не состоялась бы без руководителей наставника команды Татьяны Елусовой. Ведь именно она готовила к фестивалю девчонок. Безусловно, ее вклад в эту работу имеет большое значение. Огромную благодарность хочется выразить классному руководителю, учителю русского языка и литературы Елусовой Татьяне Николаевне. Без нее бы эта поездка не осуществилась. Она в нас вселяла уверенность, поддерживала нас все эти дни. Была с нами, не давала раскисать. Мои ученики, думаю, что выступили не просто хорошо, а отлично. И мне, как учителю, вдвойне приятно, что я двигаюсь в правильном направлении. Что могу дать знания, и этими знаниями ребята воспользуются в полной мере.